Святитель Тихон Задонский на примере купца, собирающего в дальних странах различные товары и привозящего их в свой дом, показывает, как христианину нужно от мира сего собирать духовные сокровища, слагать их в свое сердце и созидать ими свою душу. Такой образ богатого купца был понятен всем и всегда, и потому его использовали в своих поучениях многие святые. Но прежде них сравнение торговли с духовной жизнью привел сам Спаситель, когда говорил о том, купцу, ищущего хороших жемчужин. И когда находит купец одну драгоценную жемчужину, то продает все, что имеет, и покупает ее. Впрочем, эти примеры показывают нам не только то, как нужно собирать духовные сокровища. В них мы находим и другую подсказку, каким должен быть сам купец. Ведь если он, пишет в одном из поучений, святой Ефрем Сирин не будет каждый день тщательно проверять свою торговлю, то понесет немало убытков. Вот и мы, как купцы духовные, также должны постоянно проводить в своем сердце подсчеты, чтобы обнаруживать потери и исправлять ошибки. И тогда, очень святой, мы надежно сохраним свою прибыль в сокровищницах небесных. А что случится, если купец окажется невнимательным, забывчивым или вовсе выпивохой? Прибыль станет убылью. И лихие девяностые нам наглядно это показали. Многие тогда делались купцами, но далеко не у всех получалось сберечь и преумножить богатство, в том числе по причине отсутствия трезвости, внимательности, здравомыслия. И на сегодняшнем уроке священник Валерий Духанин расскажет нам о трезвении, добродетели, без которой невозможна ни духовная прибыль, ни сама духовная жизнь. Есть в Евангелии такие слова «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». И святые отцы очень часто опирались именно на эти слова спасителя для того, чтобы изложить свое аскетическое учение о трезвении. Вот что это такое? Трезвение. Трезвение — это, как уже само слово показывает, трезвость, но трезвость нашего ума, нашего сердца. Вот когда мы видим, на улице идет какой-нибудь пьяный человек, мы понимаем, что он не трезв, то есть он не владеет собой, а находится под властью опьянения, алкогольного опьянения. И он может вытворить что угодно. На дело таких делов, о которых сам потом будет очень сильно жалеть, но в этот момент не может совладать с собой, потому что он не трезв. Но бывает опьянение совершенно иного характера. Это опьянение нашей души греховными, влагаемыми в нас помыслами. И бывает так, что человек вроде бы не выпил алкоголя, но он принял какие-то мысли в своей душе, и эти мысли его просто вот вывели из себя, одурманили. Он горит злобой, он не хочет разговаривать с другим человеком, он начинает творить такие дела, как будто он действительно пьян. Всё это происходит из-за того, что такой человек не был внимателен к происходящему внутри нас. Есть такая древняя книга «Жизнь пустынных отцов», которую написал пресвитер Руфин Аквилейский. И там он описывал монашеское делание, жизнь древних монахов, и описывает жизнь преподобного Макария Александрийского. Было два преподобных Макария в IV веке. Преподобный Макарий Египетский, называемый Великим, и преподобный Макарий Александрийский, который жил рядом с городом Александрией. Так вот, этот святой угодник, он сподобился величайших тоже даров и обладал даром прозорливости. Я однажды увидел, как является ему бес демоническая сила. И вот этот бес говорит, «Знаешь ли ты, Макарий, что без нас, без демонов, не обходится ни одно богослужение? Да запретит тебе Господь», говорит ему преподобный Макарий Александрийский. «Ведь это же невозможно, потому что богослужение — это именно наше служение Богу». И после этого бес ему показал, как во время богослужения темные демонические силы искушали молящихся. И действительно, вот видит преподобный Макарий, как совершается псалмопение. Во время службы читаются псалмы, и некоторым бесы закрывают глаза, и эти люди погружаются в сон, в дремоту. Кому-то они прикасаются даже к устам, и те начинают зевать. Потом вроде бы начинается молитва, все встают молиться, но бесы, как маленькие такие эфиопы, прыгают от человека к человеку и принимают на себя разные роли и изображают в картинках, ну, как бы диафильмы такие перед молящимися. Кому-то дают образ женщины, чтобы человек мужского пола принял этот образ в сердце своё. Кому-то дают образ торговли, и человек начинает думать о том, что ему купить, приобрести на рынке, и отвлекается от богослужения, от храма. Кому-то показывается строительство дома, и тоже такая душа отвлекается от молитвы и полностью погружается в рассматривание этого образа. Вот так преподобный Макарий понял, что бесы стараются и во время богослужения искушать людей, и чтобы им противостоять, нам необходимо именно трезвение. Трезвение — христианская добродетель, которая заключается во внимательном отношении к духовной жизни, то есть в хранении себя от греха при непрестанном обращении к Богу. Трезвение — есть проявление неустанного духовного бодрствования на пути спасения. Трезвение — это внутренняя бдительность, это бодрствование нашей души, вот как часовой, который стоит на охране какого-то очень важного склада, допустим, с оружием, куда никак нельзя пропустить врага. И он чётко отслеживает любые шорохи, любые какие-то передвижения. Вот так и мы должны внутри своей души хранить бдительность, хранить трезвение для того, чтобы не допустить ни единого помысла и ни единого чувства, которое отвлекает нас от молитвы и ввергает в нас грех. Иначе что получится? Что телом мы будем находиться на богослужении или устами будем произносить какие-то молитвы, а внутри мы будем гулять по миру, беседовать с друзьями, кого-то осуждать, роптать на начальство, кого-то обвинять в несправедливом к себе отношении. И происходит раздвоение. Снаружи человек ведёт вроде бы христианский образ жизни, а внутри у него всё другое. Но ведь Спаситель-то говорил, что главное — это то, что в сердце. И, к великому сожалению, из сердца нашего начинают исходить злые помыслы. Вот чтобы злые помыслы не зарождались внутри нашего сердца, нам и нужна эта бдительность, бодрствование. А для этого нужно обращать внимание внутрь самих себя. Нужно ободрствовать, наблюдать за врагом, чтобы, если он употребит, какую бесстыдную хитрость отразить его прежде, чем коснётся души. Вот у меня мой ум. Чем он занят в данный момент? Могу ли я свободно помолиться Богу? Думаю ли я о чём-то добром? Или у меня ум действительно гуляет, вот как ветер какой-то, который то туда, то сюда, не имеет постоянства? Или вот как святитель Феофан Затворник описывал, что если посмотреть, что у нас происходит внутри, то у нас часто в уме мысли, они как комары, которые роятся и пищат, и жалят нас, и кровь у нас пьют. Вот так часто сами мысли способны извести человека, если он принимает эти мысли. И они отнимают у него все его внутренние силы. Мысли способны лишить нас внутренних сил. Для того, чтобы этого не происходило, нужно освобождаться от ненужных, лишних, греховных помыслов и ум свой заключать в слова молитвы. Вот стараться от самого сердца молиться Господу. Прежде всего, молитва Иисусовой, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И даже когда тебя будут обстоять самые тяжелые помыслы, вот молитва, внимательная молитва, она способна все это рассеять. Потому что в этой молитве мы обращаемся ко Христу. И наша мысль уже стремится успокоиться в Боге. Трезвение неразлучно с непрестанной молитвой, оно рождается от нее и рождает ее. Трезвение христианское — это, конечно, особое аскетическое делание, которое требует особого усердия и внимания. Ну, например, вот не может иметь трезвение человек, который, в принципе, рассеянный по жизни, который долго спит, у которого жизнь не выстроена по определенному порядку, строя. Вот если ты не навел порядок в своей внешней жизни, то и внутри будет его тяжелее навести. Почему? Потому что трезвение — это выстраивание внутренней дисциплины. А у нас душа напрямую связана с нашим телом, то есть внутренне связана с внешним. Вот почему, кстати, в армии обязательно выстраивается строгий распорядок дня для того, чтобы каждый солдат был и внутренне организован. Почему в духовных семинариях очень жестко регламентируется распорядок дня, утром молитвы, потом четко занятия, строго какие-то послушания, богослужения, вечерние молитвы, отбой в определенное время, потому что это дисциплинирует душу и помогает посредством внешних вроде бы каких-то правил нашу душу обратить к подвигу. Не к греху, а к какому-то духовному деланию. рассеянность столь вредная вообще и в особенности вредна в деле Божьем, в деле спасения, требующем бдительности и внимания постоянных и напряженных. желающие научиться вниманию должны воспредить себе все пустые занятия. Вот я вспоминаю слова схемонахини Сепфоры, которая прожила 101 год и отошла ко Господу в 90-х годах минувшего столетия. Она жила в Клыково, недалеко отоптенной пустыни, и она говорила так, что каждое порученное тебе дело надо выполнять так, как бы оно тебе было верено самим Богом. И вот если мы любое наше дело, вот мы находимся на работе, нужно понимать, что мы делаем его не ради зарплаты, не ради денег, не для того, чтобы нашему начальству угодить, а мы делаем эту работу ради Христа, для созидания своей души. И Господь, Он ведь всегда присутствует рядом с нами, Он всегда всё видит, и мы всё время находимся пред взором Божиим. И вот если каждое своё дело мы будем выполнять как для Бога, то наша душа и будет открыта Богу, и в любом своём деле мы будем находиться и пребывать вместе с Богом. И такая работа, она даст непременно какую-то радость внутреннее даже просто вдохновение. И трезвение христианское оно во многом связано с ответственным выполнением наших работ. Вот часто впадаем мы в такую ошибку, мы думаем, что трезвение это только монахи должны как-то там выполнять, потому что они ушли из мира, они не зарабатывают себе там на жизнь, как кто-то думает, и поэтому им вроде бы легче. Так дело в том, что Господь каждого ставит на своё место. Вот куда тебя поставил Господь, вот это место и является для тебя спасительным. И если ты с сердцем, с душой отнесёшься к возложенной тебе работе и будешь выполнять её для Бога, то и Господь в этом деле будет вместе с тобой. И тогда твою душу не будут посещать какие-то греховные, суетные мысли, ропот, уныние, малодушие, а у тебя внутри будет трезвение. Господь заповедал нам нести крест. Значение этой заповеди заключается в том, чтобы ум непрестанно бодрствовал и пребывал в добродетели. Вошедший на такой крест да не сходит с него, то есть да пребывает в постоянном воздержании от страстей. Постоянно воздерживающийся от страстей умершляет их в свое время, тогда ум воскресает в состоянии непобедимости. Для того, чтобы хранить трезвение, нужно, конечно, молиться. И во время молитвы нам крайне важна полная внимательность к произносимым словам. к великому сожалению, часто мы допускаем такую духовную ошибку. Вот мы прочитали в аскетических книгах, что духовная жизнь — это вот брань с невидимым врагом. И мы вдруг замечаем, что у нас появляются какие-то греховные мысли, мы начинаем им бороться и много внимания уделяем именно вот этим греховным помыслам. На самом деле это является ошибка. Святые отцы об этом писали, и святитель Игнатий Бринчанинов много говорил об этом, что для того, чтобы победить какие-то греховные помыслы, нужно эти помыслы игнорировать. На них не нужно обращать внимание. Внимание должно быть обращено к Богу. И вот когда мы всем своим сердцем, всем своим умом обратимся к Богу с покаянными словами молитвы, с внимательной молитвой, то тогда находящие какие-то греховные помыслы отпадут. Иначе, если мы будем чрезмерно бороться с помыслами, то духовная жизнь превратится в погоню за помыслами, которые, как разбегающиеся зайцы, будут рассеиваться, и ты за ними будешь гоняться, никогда конца и края этому не будет. Так вот, чтобы этого переполоха внутри не было, надо просто отсекать все мысли, и греховные мысли, и просто даже какие-то земные, а ум свой стараться заключать в слова молитвы. И прежде всего и Иисусовой молитвы. Вот такое делание поможет сохранять ум в трезвении, в постоянном бодрствовании. Трезвение неразлучно с непрестанной молитвой, оно рождается от неё и рождает её. Дело-то в чём? Дело в том, что наш ум вообще не обходится без мысли. Вот не бывает такого у нас состояния, чтобы ум был без мысли. Он всегда что-то пережёвывает в себе. Но если оставить ум сам по себе, что он будет рождать? Ну что наш ум может родить? Он рождает какие-то греховные мысли, как вот эта земля невозделанная рождает сорняки. И сорняки произрастают. Да, мы должны их выпалывать, но ещё мы должны уму нашему привить молитву Иисусову. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот эта молитва организует весь твой внутренний мир. она помогает обрести цельность. И молящаяся душа — это душа, которой не будут прикасаться какие-то посторонние, ненужные помыслы. И ещё хочется обратить на что внимание. Вот трезвение — трезвение — это всё-таки делание, а делание — это всегда усилие. не нужно отчаиваться, если мы замечаем внутри самих себя всевозможные какие-то движения страстей. Это неизбежно для нас. И даже есть вот такой закон духовный, что когда какой-то человек начинает вести духовную жизнь, то тогда в нём и пробуждаются страсти. Почему так? Потому что такой человек именно вступает в духовную брань, он начинает идти к Богу. И невидимый враг, конечно же, препятствует этому. Тот, кто не молится, он и не испытывает искушения. А зачем? Он и так ведь в руках врага, он не идёт к Богу. А если ты идёшь к Богу, то, конечно же, враг будет тебе препятствовать. Поэтому пробуждение внутри каких-то страстей — это тоже признак того, что ты направлен на пути и ты видишь, какие страсти в тебе пробудились и что в себе преодолевать. Вот вспоминается такая история, ну как предание, связанное с философом Сократом. Однажды он шёл по улицам Афин со своими учениками и навстречу вдруг идёт знаменитая Гетера, которая надменно сказала Сократу, вот ты словёшь таким мудрецом, ты знаменитый философ, а хочешь я произнесу всего лишь одно слово и твои ученики тут же побегут за мной. И на это ей Сократ отвечает, да, но в этом нет ничего удивительного, потому что ты призываешь людей к низменному, а для этого не нужно никаких усилий. Я же призываю их к возвышенному, и это требует огромного труда. Вот путь духовной жизни — это стремление именно ввысь, к возвышенному, и это требует от нас огромного труда по возделыванию своей души. Вот как земля, она рождает сорняки, так и наша испорченная душа постоянно рождает какие-то греховные мысли, чувства. Их надо выпалывать в том смысле, что отказываться от них. Вот как только ты заметил в себе греховный помысел, надо сразу сказать, Господи, прости меня грешного, очисти меня грешного, искорени это во мне. И такие помыслы будут уходить, потому что ты сам тоже будешь дистанцироваться от них. Это не мое, это вражье. Я не хочу это принимать. А если мы спокойно всё это внутри себя рассматриваем, все греховные образы, пожелания, если мы принимаем спокойно все вожделения плоти, какие-то движения наших страстей, то это всё культивируется внутри и становится нашим таким как бы достоянием, тем грузом, который обременяет нас. Святые отцы указывают даже на некоторые критерии, по которым можно отличить истинные помыслы от ложных. Вот если присмотреться внутрь своей души, то можно обратить внимание, что греховные мысли всегда несут с собой смятение, либо какую-то тревожность внутри, внутрь, либо какую-то нечистоту. Это то, что не имеет мира сердечного. Это то, что тебя выводит из естественного состояния. Обязательно это смятение, тревога, какая-то нечистота. Если и радость, то тоже нечистая радость. А добрые помыслы, то, что от Бога подаётся, или даже просто наши собственные мысли, но правильные мысли всегда сопровождаются глубоким внутренним миром. Они несут и имеют в себе свободу. Греховные мысли закабаляют человека. Элементарный пример. Вот вы сели перед интернетом и поначалу думаете, что вы просто посмотрите новости. Но во время этого просмотра вы расслабились и увлеклись чтением каких-то уже просто развлекательных статей. Потом посмотрели ещё какой-то ролик, и в ней появляется какой-то нечистый азарт, который увлекает, увлекает, и хлоп, и вы уже не заметили, как ловушка закрылась, и вы подчинены этому беспутному скитанию по просторам интернета проходит много времени, когда уже и сил нет, и время потеряно. А ведь это время можно было посвятить на молитву, на очищение своего сердца или просто на чтение хорошей художественной литературы, которая по крайней мере душу вашу хоть в чём-то могла бы облагородить. Конечно, литература — это не духовный уровень, душевный, но это лучше, чем скитания бесплодные по интернету. Вот трезвение — это всегда внутренняя бдительность. Чем я занят в настоящий момент? Вот посмотреть как бы со стороны. Что я делаю? И христианин, если хочет иметь и хранить трезвение, должен всегда помнить, что мы всегда находимся перед взором Божиим. Вот где бы мы ни находились, рядом с нами Господь. А раз везде Господь, то давайте подумаем, а как себя вести перед взором Божиим? Предаваться чему-то греховному, порочному, ругать кого-то скверными словами, а ведь мы же пред взором Божиим, и ангел-хранитель находится рядом. Вот если помнить об этом, то мы всегда найдём какие-то возможности уберечь себя от греха, отказаться от этого. Иначе получится, что мы просто сами себя закрываем от Бога, что вот нет, вот я сейчас спрячусь на какие-то мгновения, согрешу, а Бог пусть где-то будет в стороне. И потом такой человек погружается в омут грехов и выходит как пьяный и не может обрести никакого покоя и мира. Вот трезвение христианское как раз сопротивляется всему этому. Во время трезвения давайте мы просто задумаемся. Вот я сейчас пред взором Божиим, значит, надо отсечь от себя вот эти греховные мысли, эти чувства, пожелания. Меня Бог видит, я пред взором Божиим, и значит, я лучше буду обращаться ко Господу, ибо только в Нём, в Боге всё радость, всё счастье, вечная жизнь, и только тот человек, который обретает Бога, обретает подлинное счастье, и постараемся достичь этого, достичь подлинного блага, евангельских блаженств, отсекая греховные страсти и возделывая в себя, возделывая в себе христианские добродетели. Свят, 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 есть и Боже, Богородицею, помилуй нас.